Партнер программы Салон Красоты Пудра Николай Гнедин, байдарочник, мастер спорта Советского Союза, почетный ветеран спорта, призер и победитель всемирных игр ветеранов, чемпион мира, Европы, победитель международных российских и украинских соревнований, заслуженный работник Приднестровья, председатель Союза предприятий строительной отрасли республики, директор ЗАО «Строитрест», награжден орденом «Трудовая слава». Николай Тимофеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот прежде чем перейти к вашему нынешнему статусу, почетного ветерана спорта, наверняка ведь была серьезная спортивная карьера. Ну, тем не менее. Ясно. Значит, ну что я хочу сказать. В принципе, в моей жизни можно разделить два таких, или выделить два таких серьезных, ну будем говорить, отрезка жизненных. Это тот период, когда я занимался еще на уровне юношеского спорта и юниорского. Потом у меня был технологический перерыв в течение очень длительного времени. И с возрождением ветеранского спорта в конце 90-х годов прошлого столетия, значит, у нас образовалось ветеранское движение международной классификации. Это спортсмены группы Мастерс. И вот у меня в первом блоке где-то 12 лет я занимался, во втором блоке уже вот 13-е, где-то лет 13. В первом блоке, я немножко о себе расскажу, в первом блоке, ну я мастер спорта Советского Союза, я выигрывал чемпионат Союза по юношам-юниорам. Я был в сборной страны по сборной Союзов, сборной Республики. Я неоднократный чемпион-призер Союза. И на каком-то этапе, когда я стоял перед дилеммой, все-таки как продолжить дальше занятия активным спортом или прекращать их, я отдал предпочтение своей основной специальности. Это я инженер-строитель, и фактически я выбрал на перепутье, я остановился на спортивной деятельности, биографии. Сегодня я председатель Союза строителей Приднестровской Молдавской Республики, а гребля превратилась в досуг, в увлечение, при том увлечение на таком серьезном уровне. Это увлечение поддержалось сегодня тем движением, которое в мире начало практиковаться, как я уже сказал, в 90-х годах. Сегодня с каждым годом оно находит все более стройную систему развития этого ветеранского спорта. И то есть я как раз списался вот в этот второй аспект. Николай Тимофеевич, не приходилось жалеть о своем выборе таком? Нет, наоборот. Я считаю, в любом варианте занятия спортом они дисциплинируют человека, будь то спортсмен-ветеран, или будь то спортсмен спорта высших достижений, или будь то юноша, или какой-то младший или старший. Это все равно уже заставляет человека как-то более серьезно относиться к организации своего досуга, и загрузки, и работы, и так далее, и так далее. Поэтому однозначно, я считаю, то увлечение, наверное, учитывая, что в ветеранском спорте нет верхнего предела, я думаю, сколько будет отпущено, столько и будем потихоньку работать, заниматься. Гребля у нас как раз тот вид спорта, где сложились очень такие глубокие традиции. В советские времена, и даже сейчас, приезжают к нам различные сборные, проводят здесь учебно-подготовительные сборы. Наши спортсмены выезжают на примере наших прославленных спортсменов, которые даже есть у нас уже и золото олимпийское, да, мы знаем, Александра Дьяченко. Мы можем судить о том, что перспективы были, и они остаются? Юль, затронули большую тему. Я хочу сказать, что вообще байдарочная гребля в республике, она началась в далеком 56-м году, с приезда специалистов из России в Молдавию. Центр был выбран, это все-таки Дубоссар, Дубоссарский регион. И если мы говорим о развитии гребного спорта байдарочного в республике, все-таки она, гребля начиналась из Дубоссар. У нас были и призеры, и у нас были и олимпиады, у нас были участники олимпиады. Но эффективно оценивается, конечно, золото. Поэтому первыми олимпийскими чемпионами в двух олимпийских циклах был Юра Филатов, и в перспективе появился Саша Дьяченко. В этом плане развивались занятия спортом до того момента, пока спорт рота не перебралась в Кишиню. После этого спорт в Дубоссарах начал чахнуть. И таким образом усугубилось положение событиями начала 90-х годов, которые были у нас в республике. Ну и, как следствие, в Дубоссарах практически на тот период спорт грибной был свернут. Со временем, естественно, концентрируются все усилия на Тирасполе. В Тирасполе появляется энтузиазм грибного спорта Соколенко Вячеслав Григорьевич. И медленно, но верно базовые центры переходят сюда, в Тирасполь. Благодаря его настойчивой позиции, материальной поддержке спортсменов, умению проводить определенную селекцию, он сумел скомпоновать группу очень приличных разновозрастных ребят, которые в перспективе выигрывали Европу, мир, были в призах по молодым, по юношам, потом появились у них юниоры, потом лучшие из этого состава, учитывая, что Молдавия традиционно немножко неблагополучна в плане финансовой поддержки спортсменов серьезного уровня. Значит, ребята лучше перебрались в Россию. Мы сегодня их считаем своими, но так между нами, конечно, у ребят, за редким исключением, уже в основном живье в России, все дела, все-все, но все равно они выходцы, они выходцы отсюда от нас, с Приднестровья. И вот таким образом центр переместился сюда. Сегодня здесь очень приличный кадровый потенциал, очень толковые специалисты, работающие в системе тренерской, в том числе в бригадной методике, которая позволяет отслеживать ребят от самого начального уровня подготовки, и дальше они идут по ступенькам, доходят до уровня уже серьезной подготовки. Вот таким образом, как следствие, на сегодняшний день система, которая сложилась, она продолжает действовать. Мы по мере силы и возможностей поставляем ребят из Приднестровья в Россию, и таким образом гребля продолжает развиваться. И нам очень приятно, что сегодня во всех сборных России, которые присутствуют на сегодняшний день, есть представители нашего региона. Как, на ваш взгляд, развивается ветеранское движение, в частности, гребля? Сколько человек занимается? Мы видим небольшой состав, да, небольшой, но качественно очень сильный. Вот расскажите, пожалуйста. Ну, я уже говорил о том, что где-то в конце 90-х годов у нас начал активно развиваться так называемый ветеранский спорт или спорт класса мастерс. Что такое ветеранский спорт? В физической культуре четко рассматривается определенная градация. Юношеский спорт, младший юноша, старший юноша, юниорская прослойка, прослойка молодежного спорта, дальше участники спорта высших достижений. Все. То есть на этом фоне стройная система заканчивается. То есть до вот того уровня, о котором я говорил, присутствует государственная поддержка, поддержка использования мощностей, баз, материальные моменты и так далее. Но, к сожалению, та категория спортсменов, которые еще горят желанием поддерживать какой-то физический уровень для того, чтобы приносить какую-то пользу, начиная от 35 лет, она выпадает из поля зрения. И вот в Европе, в мире не зря обратили внимание на вот эту категорию занимающихся, потому что зачастую, я понимаю, есть единицы, которые в большом спорте выстреливают после 35 лет, но мы говорим о каком-то усредненном показателе. Вот, начиная с 35 лет, было принято решение, это начальный возраст, с которого начинается ветеранская категория. Дальше мы пляшем по 5 лет в цикле. Каждая пятилетка в ветеранском спорте соревнуется в своей вот этой группе. То есть примерно по 5 лет у нас и те предыдущие группы, о которых я говорил, это юноши, юниоры, грубо, такой вот промежуток времени. А здесь таким образом 35-40 категория идет, 40-45, 45-50 и так далее, и так далее. Верхнего предела в ветеранском спорте не присутствует. Вот, значит, началось активное развитие этого вида спорта. К этому подключились россияне, подключились чуть позже украинцы. И уже, если наши соседи непосредственно начали этим заниматься, естественно, те ребята, которые неравнодушны к этому виду спорта, естественно, обратили внимание на этот вид, потому что это все-таки выезды, встречи, контакты с коллегами, с друзьями, с которыми ты когда-то работал, греб и так далее, и так далее. Сложилась относительно четкая система проведения соревнований. В ветеранском спорте, так же, как и в спорте высших достижений, присутствуют комплексные соревнования, проходящие на следующий год после проведения Олимпиады. Это мероприятие, которое включает в себя до 30 видов спорта. Значит, гребля практически во всех этих чемпионатах присутствует. И высшим уровнем нашего соревновательного момента является именно вот эта категория четырехлетнего цикла. Это так называемые всемирные игры ветеранов. Кроме этого, ежегодно проводит ICF, это наша международная федерация, проводит ежегодно чемпионаты мира среди ветеранов. То же самое, в зависимости от решения, которые принимают конгрессы этой федерации. Они проводятся в основной массе в Европе, потому что в Европе сконцентрировано практически вся, ну, будем говорить, большинство занимающихся ветеранским видом спорта, конкретно греблей. И таким образом, вторая ступенька проведения этих соревнований – ежегодные чемпионаты. Ну и плюс до 2006 года – это чемпионаты Европы проводились. В 2006 году Европа проводилась в последний раз. Вероятно, две федерации – Европейская и Всемирная – приняли решение не дублировать соревнования и ограничились одним чемпионатом мира, который проходит под эгидой ICF. Значит, дальше начинаются внутренние чемпионаты. Чемпионаты России, чемпионаты Украины, чемпионаты России, чемпионаты Молдавии, Румынии, Приднестровья. Ветеранский спорт появился в Приднестровье. Естественно, в 2003 году наши ветераны стали выезжать за границу. Я, как сейчас вспоминаю, в 2003 году первый чемпионат России, который мы посетили. В 2004 году уже Белоруссия, там и Украина. И таким образом уже пошли-поехали и чемпионаты Европы, чемпионаты мира и так далее. Значит, вот таким образом ветераны спорта, ветераны гребли вышли на международный уровень. Теперь следующее. Зачастую ветераны гребцы – это те ребята, у которых за плечами более-менее приличная база подготовительная. Я уже говорил о тех традициях, которые относятся к действующему спорту от 50-х, 60-х, 70-х годов. Я хочу сказать, что сборная Молдавии всегда на спартакиадах народов занимала места от 4-го до 6-го, 7-го. То есть это очень высокий результат из 16-ти, из 18-ти, из 16-ти республик и двух городов отдельно. То есть уровень гребцов в Молдавии был очень высок. И на сегодняшний день мы как раз работаем стойко гортой в ветеранском спорте, мы работаем стойко гортой ребят, которые еще в те времена очень активно участвовали и имели очень приличные результаты. Естественно, они сегодня трансформируются в результаты уже в ветеранском спорте. Николай Тимофеевич, я предлагаю прерваться и посмотреть нашим телезрителям, что представляет из себя все-таки грибной спорт ветеранский. Нет вопросов. И все ваши основные завоевания мы постарались заключить в следующий материал. Вот так начинается их каждая тренировка. Почетные ветераны спорта на деле гребцы боевые и позитивные. Радуются каждой учебно-подготовительной встрече и принимают любую погоду. Сегодня, да, действительно погода нас радует. Радует тем, что есть ветер, есть солнце, есть тучи. Бывает и дождь, бывает и снег. Нас это не пугает. Мы выходим в любую погоду. И этот ветер спорта нам нравится. Нравится потому, что он красивый, потому что он динамичный, потому что он, можно даже сказать, современный. В межсезонье мастера гребли проводят по 4-5 тренировок в неделю. В подготовительный период переходят на ежедневные занятия. От часа до полутора на каждую тренировку. Для нас важно то, что река, она преподносит некоторые сюрпризы, которые могут возникнуть и по прохождению дистанции определенной. Вот к этим сюрпризам мы готовы чаще, тем те люди, которые готовятся на простой, обычной стоячей воде. Нестор характерен своими излучинами, поворотами. И в любую погоду здесь можно найти серьезные, хорошие участки воды, где можно работать и тренироваться нормально. Ну и второй момент следует отметить, что вот этот подготовительный период характерен большим километражом. Ребята в день накатывают по 30-40 километров за 2 тренировки, а может быть иногда и 3. И по Днестру легче нарабатывать этот километраж, потому что если человек сидит на каком-то мерном озере, кружить и проходить мимо плота, с которого ты вышел на воду, срабатывает стереотип, ага, может уже можно выйти. А так ты ушел на 15 километров вниз, тебе все равно домой надо вернуться. Ветераны говорят, за сезон наезжают около 2000 километров. На тренировках, как и в своем виде спорта в целом, байдарочники рядом с канаистами. По возможности стремятся и работать вместе. Нам в принципе различия вот эти, они несущественны. Нам нужна на воде конкуренция, чтобы было с кем-то пободаться, погоняться, потому что в конечном итоге это какой-то прообраз соревновательной тренировочной практики. Поэтому нам очень важно именно ощущать какого-то партнера рядом. Такой подход на практике дает высокий результат. Николай Гнедин – призер и победитель чемпионата мира, чемпион Европы. На всемирных играх ветеранов также попадал в число победителей и призеров. Кажется, его партнер по команде, канаист Юрий Чернявский, не считает медали. Ценность видит в позитивном результате. Начиная с 2000-х годов мы участвуем в чемпионатах мира, которые проводятся в странах Европы, таких как Италия, Чехия, Португалия, Венгрия, Польша, Германия. Везде мы были и завоевываем призовые места, те призовые места, которые мы привозим в нашу республику. Да, мы знаем свои уровни временные и так далее, но вести речь о том, что вот ты являешься обладателем рекорда на тысячу метров, в одиночке, в двойке, это проходит как производная от занятий спорта в целом. Хотя, недавно я на одном из сайтов видел попытки каких-то организаторов, которые попытались собрать лучшие времена на каждой конкретной дистанции. И вроде бы получилась какая-то такая таблица. В крайнем случае она существует. Во временные рамки себя не ставят, но для себя ведут статистику. В общем, ветераны проявляют полную самостоятельность. Говорят, уже в этом возрасте они сами себе режиссеры на воде. На воде мы всегда с секундомером, на воде мы всегда с навигатором, на воде мы всегда с контролем, с кардиопульсометрами. То есть контроль очень серьезный. Особое внимание к инвентарю. К примеру, лодка служит от трех до пяти лет. Потом поменять появляется желание, но не всегда возможность. Лодка как личная вещь, утверждают ветераны. Каждый носит свою обувь какую-то удобную. Кто-то на шпильках, кто-то кроссовки, кто-то сапоги. И, конечно, если человек оденет чужую обувь, то будет немножко, наверное, неправильно, немного неудобно. Так же и у нас. По истечении какого-то времени, конечно, можно привыкнуть к обуви, к лодке, но тут этот момент не проходит. Нужно иметь свое. Для сведения мы выезжаем в Португалию за четыре тысячи километров. Хотя могли бы там дать нам лодки, тем не менее мы волокем за собой конструкцию, которая везет 24 лодки для всех ребят, которые участвуют в городе. К слову, инвентарь дорогой и сердцу, и карману вряд ли будет что-то стоить без жизненной энергии и мастерства его обладателей. Это программа «Вне игры». Мы продолжаем говорить о ветеранском движении. У нас в гостях Николай Гнедин. Николай Тимофеевич, вот так получается, что ветеранский спорт в основном держится на клубном спорте. Вот на ваш взгляд плюсы и минусы? Ну, вы поймите правильно. Если мы никаких организующих начал среди вот того количества занимающихся не сформируем, то каждый будет тянуть в свою сторону. А у нас очень часто складываются моменты, когда нам нужно скоординировать усилия по выезду, по поездкам, по визовому сопровождению и так далее, и так далее. И на каком-то этапе, лет 8-9 тому назад, у нас возникла необходимость создать грибной клуб по аналогии с нашими соседями-одесситами, с Николаевым. И мы, в принципе, в это время и зарегистрировали этот грибной клуб. Значит, он дал нам возможность координировать усилия всех наших грибцов, направленные на достижение каких-то результатов. Он дал нам возможность представлять нашу группу спортсменов приднестровских, дал возможность решать каким-то образом финансовые вопросы. На сегодняшний день вообще, по сути, ветеранский спорт, он жиждится на клубном спорте. Говорить о том, что это плюс или минус, конечно, это плюс, потому что в любом другом случае никому больше ветеранский спорт не нужен. Я считаю, клубная организация – это выход из положения. Тем более, европейцы тоже сегодня работают в клубном режиме. Еще один момент. Ветеранский спорт – это спорт, ну, будем говорить, не совсем командный. То есть я бы назвал его в большей степени личным, потому что, в принципе, командной лодке никто не заставляет нас сформировать по принципу команда только с территории Приднестровья, там, Молдовы. Вот я последние годы, мы гоняемся, выигрываем чемпионаты мира в командной четверке в составе Денис Ринг – Канада, Виктор Нежданов – Россия, Гнедин Николай – Приднестровье. Ну, четвертый человек в зависимости от ситуации. Это может быть или россиянин, или еще кто-то. То есть я хочу сказать, что ветеранский спорт не ограничен резкой привязкой к командным результатам. Интересный момент. Вот вы сказали, что ваш экипаж четверки, да, такой многонациональный. Как вам удается все-таки выигрывать, друг с другом встречаясь так редко? Ну, вы знаете, командная лодка в грибном спорте действительно, вы правы, требует очень серьезной подготовки, накатанности. И в этом плане только тот момент, что мы в этих составах уже работаем не один год, фактически, с тем же Рингом, с тем же Неждановым. Поэтому получилось так, что какие-то навыки мы все-таки набираем. Во-вторых, я хочу сказать, что в таком же положении находятся и все другие спортсмены. То есть у нас нет такого, что мы гоняемся с каким-то экипажем, который год сидит только в режиме подготовки. У них тоже такие же сборные моменты. И фактически в равных условиях мы собираем такие не совсем оптимально подготовленные составы, но они среди своих участников гоняются и получаются какие-то результаты. Ветеранское движение – это такой элемент популяризации, да, вот грибного спорта. По вашим наблюдениям, вам удается все-таки завлечь молодежь своим примером? Как относится к вам? Вы знаете, затронут очень серьезный момент. И я, говоря о ветеранском спорте, хотел бы остановиться на взаимных обязательствах ветеранов-спортсменов и государства, в котором идет популяризация спорта, в том числе и гребли, в том числе. То есть я подвожу к тому, что на сегодняшний день понятие ветеран-спорта не регламентировано никакими нормативными документами. Мы не сидим, никаким образом мы не присутствуем где-то в какой-то разъяснительной кухне, где найдется какая-то лазейка, где будет сказано, что вот ветеран спорта – это лицо, которое… То есть как такового статуса ни в России, нигде этого статуса как такового нет. В январе 2016 года наш боксер Валуев, как депутат прошлого созыва Государственной Думы, вынес проект закона на рассмотрение в Государственную Думу о ветеранском движении. Значит, мы, к сожалению, прошло уже 8-9 месяцев, закон не принят, но дай бог, что с какими-то потугами, но все равно он будет принят. Наши органы, они на фоне гармонизации, о которой идет речь, они, конечно, отслеживают ситуацию, что творится в России. Если в России вот эти шаги будут сделаны, то можно вести речь о том, что какой-то статус спортсмена-ветерана будет обнародно сформированный у нас в Приднестровье. Я хочу сказать, что служба не теряет нас из вида. Если мы привозим, у нас кончается чемпионат мира, мы приезжаем, я звоню, говорю, так и так, 8 золотых медалей, 6 то-то-то-то. Руководство службы изыскивает возможность, встречается с участниками. Николай Тимофеевич, ваш внук, я знаю, занимается баскетболом. Интересно, почему не гребля? Вы довольны его выбором? Я на каком-то этапе, когда мальчишка формировал свое стремление заниматься тем или иным видом спорта, я его месяца полтора поводил к Каменеву на тренировки. Он очень специфичный характер. И будем говорить так, что-то ему не понравилось в этом виде спорта. А молодежь в его возрасте, она очень категорична, то есть он принимает решение, нет, я не буду заниматься греблей, буквально на следующий год. А данные его были очень активны. Сегодня мальчику 14 лет, метр девяносто рост, сорок шестой обувь. И в этом плане они выиграли республику среди 14-летних, они в призах в 16-летнем возрасте. Поэтому внук с удовольствием занимается. Это, кстати, я сегодня доволен тем, что вот то, что я говорил, что спорт помог ему организоваться самому. То есть для него тренировка – это святое дело. Если 16-0-0, все бросается, бросаются уроки, бросается насчет покушать и так далее, и так далее, мчится на тренировку. Вот, и уже на сегодняшний день какие-то результаты есть. С ростом это больше будет проявляться. Девочки, у меня две внучки, девочки немножко в другом ракурсе. Они танцуют, они занимаются художественной гимнастикой. Боже, если я только начну перечислять, чем они занимаются, Юля, так лучше не надо. Девочки больше склонны не к спорту и к достижениям спорта, а именно такой образ жизни – танцевальный, культурный, художественный. Даже художественная гимнастика – это как прикладной вид спорта для танца. Ну и последний у меня будет к вам вопрос. Есть еще пьедестал, которого вы не достигли? В ветеранской гребле нет. Хотя можно было бы его разбить на блоки. То есть, к примеру, так. Вот в одиночке я не выиграл чемпионата мира. То есть, если ставить такие сублокальные задачи, то чемпионаты мира и всемирных игр ветеранов я выигрывал в командных лодках. В одиночках не было такого результата. Призы и прочее было, а результата не было в выигрыше. Считать это задачей, я не знаю. Лично я игрок командный. То есть, я больше внимания и больше подготовки уделяю именно участию в командных лодках. Поэтому и, соответственно, специфика подготовки сориентирована на этот момент. Ну что ж, спасибо вам за то, что нашли время в своем плотном графике. Уделили внимание, нам рассказали о ветеранском движении. Добро. Я вот говоря о государственной поддержке, хотел бы отметить, что один из блоков поддержки – это информационная поддержка. И вот даже наша сегодняшняя встреча – это как раз элемент того, что мы могли раскрыть какую-то маленькую страничку именно в той деятельности ветеранов, спортсменов, которые зачастую многие, может быть, и не совсем четко себе представляли. Поэтому считайте нашу встречу сегодня элементом государственной поддержки. Почетный ветеран спорта Николай Гнедин был сегодня у нас в гостях. Ну а я с вами прощаюсь до следующего выпуска. До встречи на Первом Приднестровском. Субтитры подогнал «Симон»!